Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Как видите, у нас новый обзор, но проект этот совсем не новый. И называется он, как вы можете заметить, RP Altis Life. Не очень замысловатое название, просто взято направление и присвоено к этому проекту. Ну и вот заходим в меню. Менюшка, как мы видим, старого образца и есть небольшой косячок, который принадлежит как раз старой сборочке. Естественно, на этой сборке нет никакого автоподключения. Подключаемся сами, выбиваем адрес вручную. Ну и поехали! А первым делом, как мы можем заметить, нас встречает карта. И карта, кстати говоря, очень и очень древняя. Сборочка старенькая, и карта, я бы сказал, подпахивает немножко нафталином. Староватая сборочка, но сборка старенькая, но может быть здесь есть какие-то интересные фишки. Поэтому я предлагаю зайти и посмотреть все уже, непосредственно вблизи. И уже по стандарту выбираем город Кавала и появляемся. Появляемся сразу же в центре на площади. Сама же площадь, ну и центр Кавала, в общем-то, изменены. Изменены, я бы так назвал, это довольно-таки в стандартном виде. Это по кругу забор, как видите, и такие уже приевшиеся магазинчики. Но есть кустики, есть какие-то деревца, в общем-то так. Обыденно, обыденно. Чего-то такого, что бы могло удивить, я пока не вижу. Но, в принципе, изменения есть. Ладно, давайте проследуем дальше и пройдемся по магазинам, которые, кстати, видите, вокруг нас. Ну и начнем мы, наверное, слева направо и пройдем так по всем магазинам, даже не прибегая к карте. И первый магазин, это магазин продовольствия. Ну и вот еще одно подтверждение тому, что сборочка эта достаточно древняя. Модели, как вы видите, развернуты в неправильном положении и они не крутятся. Сейчас такое увидишь уже достаточно редко. Сейчас во всех магазинах модели укрупнили и они стоят на автовращении. Ну здесь же вот старая сборочка и ничего здесь не крутится и все развернуто немножко неправильно. Раньше, видимо, к этому особо не относились так серьезно. Сейчас это, кстати, уже на большинстве проектов исправлено и уже можно посмотреть, покрутить, повертеть эти все модельки. Ну здесь это еще вот в таком старом безобразном виде. Ну и конечно же отсутствует корзина предметов, которые мы сначала складываем наш товар, а потом покупаем. Сборочка старенькая, поэтому такого раньше еще и не было. Ну зато анимированные боты. Ну ладно, пойдемте дальше. А следующий у нас магазин одежды. И как видите, находится он в здании барбершопа. Ну и естественно, как на старых сборках, на всех называется он бутик у Брюса. Одежда есть, одежда большое количество, но сразу вижу, что одежда очень-очень древняя. Вот, в общем-то, ничего уникального здесь нету. Все достаточно скучно и выбрать, в общем-то, нечего. Ну и на новых, недавно открывшихся проектах не так много на самом деле уникальной одежды, но она уже присутствует и, в общем-то, появляется в магазинах. Здесь же нет, здесь все достаточно старое, и мы можем заметить, что одежда-то одна и та же, только в основном меняется только цветовая гамма этой одежды. Ну еще здесь есть принадлежащие старой сборке, эти вот халаты, как у, не знаю, трудовика у какого-то. И какая-то арабская одежда, тоже принадлежащая древней сборке. И тоже нету, и очень не хватает, кстати, корзины предметов, чтобы я мог туда набросать и в самом конце выбрать или удалить что-то. Ну и, в общем-то, на этом остановиться. Здесь же после выбора каждого предмета приходится перезаходить, чтобы не оказаться в том предмете, который ты выбрал. Потому что после нажатия есть только кнопка купить, ну или выйти. Ну вот. Аксессуаров есть, аксессуары много, в принципе, есть борды, сигары, там очки, но это тоже все такое, достаточно старенькое. В общем-то, как я и сказал, уникального очень мало. Даже не то, чтобы мало, а его, в общем-то, вообще нету. Следующий у нас на пути стоит бар, но туда мы заходить не будем, потому что делать там абсолютно нечего. Проходим в следующий магазин, а это аптека. Ну и аптека, в общем-то, ничем не отличается от остальных магазинов. Это все тот же черный интерфейс и, в общем-то, изменен только список товаров. Как видим, и здесь тоже модельки достаточно мелкие и тоже они обездвижены. Ну, набираем все необходимо и, наверное, проследуем далее. Вот таким вот образом выглядит панорамка центра Ковалы. В общем-то, как и на многих проектах, царствует минимализм. Но зато можно отметить, что FPS в этом районе, в общем-то, очень стабильный. Ну, из-за того, что очень мало добавленных объектов, и, в общем-то, в Ковале минимальные изменения. И говорю, друзья, про минимальные изменения не просто так. Я узнал эту сборку. Эта сборка когда-то называлась проектом Sirius, который потом скоропостижно скончался. И эта сборка вот каким-то образом, уж не знаю, продана или просто скачана, ну вот, перекочевала сюда. На проекте Sirius Ковалы была изменена, ну, очень сильно. Но там преобладали серые сторонние здания, очень некрасивые такие. Здесь же я смотрю, что их нету. А так, это та же самая сборка. Но на Sirius иконки были изменены на оранжевый цвет. Так же, как и на проекте Sirius, здесь тоже огромное количество военизированных баз. Что на Sirius я никогда не видел такого огромного онлайна, чтобы хотя бы заселить по одному человеку на каждую базу. В общем-то, не знаю, кто населяет эти базы, которые присутствуют на этом проекте. Я могу ошибаться, но, по-моему, и название тоже перекочевали вместе с картой на этот проект. Но это не точно. Но зато точно сюда перекочевала чуть ли не единственная фишка проекта Sirius. Это построенный в бухте Эдесса городок. Как вы можете заметить, он стоит в том же месте и все расположение точно такое же, как и на проекте Sirius. Ну, как я и говорил, только изменены иконки. А так, это все то же самое. Городок, надо сказать, так себе. Построенный из сторонних объектов. Такое, я бы назвал его неказистый городишко. Но это была чуть ли не единственная фишка проекта Sirius. Так же на видео вставке виден и онлайн проекта Sirius. Он, к сожалению, не пользовался огромной популярностью, но у него были свои поклонники и свои игроки. Ну, а мы же далее проследуем банкомату, который выполнен в том же древнем стиле. Ну, стиль, кстати говоря, хоть и заезженный, но тем не менее приятный. И снимаем наши пособия. И уже с пособием проследуем магазин лицензии, который находится в стандартном месте для этой сборки. Недалеко от госпиталя. Ну, стоимость лицензии вы видите. Самая дорогая лицензия на этом проекте это лицензия домовладельца. Ну, все остальное, в общем-то, стоит подъемных денег. Берем самые необходимые для того, чтобы посмотреть какой-то транспорт на этом проекте. Может быть, легкую технику. Ну, а чем позанимаемся, наверное, выберем чуть-чуть позже. А пока проследуем до автосалона, который расположен в таком вот не особо антуражном месте. Ну, и вот тут уже есть на что посмотреть и, в общем-то, о чем поговорить. Поговорить можно о том, что здесь в одном автосалоне, как вы видите, представлены и мотоциклы, и автомобили. И вроде бы как мотоциклов достаточно приличное количество, чего, кстати, не было на Сириусе. Там были мотоциклы, но не такие красивые, как здесь. Это видно, что здесь кто-то уже пошаманил после того, как перезалили эту сборочку. Но есть и вот такие вот отвратительные машинки. Они также остались, по-моему, с той самой сборки. Машины все не очень красивые. Вот эти вот старинные модели Жигулей, Волги, вот этот, как она называется, Шкода, по-моему. Это все принадлежит вот этой древнейшей сборочке. И, в общем-то, без изменения сюда и легло. Также можем заметить, что здесь есть огромное количество VIP-транспорта, до которого мы сейчас, конечно же, дойдем. Но меня удивила амбициозность этого проекта. Ведь даже на проектах, которых присутствует огромный онлайн, проекты раскрученные, нет такого количества VIP-транспорта, как здесь, где играет, ну, грубо говоря, полтора человек. Поэтому, ну, амбициозность этого проекта, конечно, на мой взгляд, зашкаливает. Ну, и сам представленный VIP-транспорт тоже немножечко удивляет. Вернее, даже не удивляет. Не знаю, как это объяснить. Он принадлежит той самой древней сборке, поэтому, наверное, и выбор VIP-транспорта лег вот таким вот образом. Кстати, VIP-транспорт, представленный здесь, один в один, это, опять же, все тот же Sirius. И, в общем-то, тогда, еще два года назад, меня удивляло, почему в VIP-транспорте представлены УАЗики. Не самые красивые и интересные машины. Но вот здесь так решено. В недавнем проекте, на котором я побывал, называется Altari, такой транспорт представлен для начальных этапов, для начинающих игроков. А здесь УАЗики почему-то представлены VIP-транспорты. Ну, странное решение, оно мне показалось странным еще на проекте Sirius, и не могу сказать, что радует меня и здесь. Ну, а так, транспорт, представленный в VIP-категории, один в один перекочевал оттуда. В общем-то, вот такой вот магазинчик. Есть машинки, есть на что посмотреть, в общем-то, и что выбрать. Ну, а мы двигаемся дальше. И, как видите, я не купил ничего. А не купил, потому что здесь есть почтовая служба. Почтовая служба DHL. Старая заезженная модификация, но мы поездим на ней, чтобы заработать каких-то денег. Ну, а как устраиваться на эту работу и как пользоваться, я уже показывать не буду. Сто раз показывал. Я думаю, что даже супер-новички в армии уже разобрались в этом и давно уже знают, как пользоваться этой модификацией. Ну, а не показать красотищу этого проекта я просто не смог. Обожаю эти блокпосты. И здесь он такой же, как и был когда-то, там, 3-4 года назад. Вот такая вот красотыша здесь. А далее на пути моего следования стоял аэродром. Естественно, я туда заехал, чтобы посмотреть летную технику. И какое же мне было удивление, когда я увидел вот это вот здание-казино. Я уже на самом деле думал, оно вымерло вместе с теми проектами, на которых оно когда-то стояло. Такое же здание украшало центр ненавистного мною проекта Paradise. С тех времен я и не люблю это здание. Но это вкусовщина. И я думаю, что многим оно заходит. Ну, а вот и сам магазин летной техники. Давайте посмотрим, что там есть. Какой же здесь выбор. Ну, а выбор достаточно приличный. Для летной техники это достаточно приличный выбор. К сожалению, вся летная техника такая достаточно скучноватая. Встречается очень часто. Но, как видите, выбор есть. И есть из чего выбрать. В общем-то, полетать есть на чем. Есть огромные вертолеты с хорошей вместительностью. В общем-то, есть летная техника. Есть тут и сказать нечего. Есть вот такой вот интересный из-за дополнения вертолетик. Ну, вот у кого нету дополнения, то, к сожалению, на нем полетать не удастся. Есть огромные самолеты. Ну, вот в нужности вот такого вот транспорта я всегда сомневаюсь. Вряд ли кто-то его захочет покупать. Ну, и летать на самолете, наверное, любит единственный. Это Blackstone. Так в основном эти самолеты популярностью не пользуются. Но они здесь есть. Как видите, вот есть военные огромные самолеты. Есть и есть. Есть выбор, и это всегда хорошо. А уж остальное все это уже дело вкуса. Я, например, самолеты не люблю. Мне ближе вертики. Они приятнее, интереснее управляются. Но кто-то любит и самолеты. Поэтому вот такой вот выбор на этом проекте. Ну, а далее же я отвез посылку и вернулся в город, чтобы купить какой-нибудь автомобильчик грузовой. И, как видите, стоит банкомат, что нельзя не отметить. Ну, а выбор транспорта здесь действительно великий. И я хотел вам показать этот транспорт в светлое время суток, но не получилось. Почему не получилось, покажу потом. Ну, и пока вот вы смотрите, какой здесь транспорт, я бы хотел как раз затронуть мой предыдущий обзор на проект Crime Life. Там работу дальнобойщика сделали очень дешевой. Машина дешевая и лицензия дешевая. И вот посмотрите. Здесь Хемт, который вам нужен для работы дальнобойщикам, стоит 300 тысяч. И за 390 тысяч вы можете купить машину уже на 5 тысяч слотов. Вот почему работа дальнобойщика на этих проектах никогда не ценится. Потому что, как я и говорил, когда вы дорастете до этой суммы 300 тысяч, вам эта машина уже будет нахрен не нужна. Поэтому эта профессия дальнобойщиков на этих проектах мертвая. Ей никто никогда не пользуется. А на проекте Crime сделали умное решение. Они дали возможность новичку сразу же работать дальнобойщиком. Отличное решение. Ну, а вот такой вот транспорт. Далее, как вы можете заметить, я приобрел автомобиль ЗИЛ отечественного производства. И поехал, чтобы пофармить каких-то денежек, заработать на более достойную машину или на какой-нибудь вертолетик. Чтобы показать вам этот проект с высоты птичьего полета, как я это обычно делаю. Но для этого нужно было нафармить как минимум 300 тысяч. А экономика здесь такая. Я бы не сказал, что она очень продуманная. Такая она достаточно сложная, что ли. Ну, в общем, заработать не так просто. Поэтому я поехал делать какие-то дела. Кстати, если кто знает, напишите, пожалуйста, как добывается газ. Я съездил на этом проекте на газ, но мне говорят, нужен какой-то особый инструмент. Я никогда ни на одном из проектов не ездил на газ, поэтому не знаю. Хотел попробовать здесь, но у меня ничего не получилось. Какой нужен особый инструмент, я не понял. Нарисованная лопата, я туда с лопатой и приехал. Может быть, имелось в виду, что нужно туда приезжать на цистерне, а я приехал туда вот на этом вот зелке. Но если кто знает, напишите, пожалуйста, чтобы я в дальнейшем хоть знал, как добывается газ. Ну, и, в общем-то, я вот начал фармить, чтобы заработать себе денежки для того, чтобы продолжить дальнейший обзор. Ну, а, в общем-то, и весь обзор состоялся в том, что я хотел вам показать вот тот самый городок, который я показывал вначале. Он построен в бухте Эдесса. И, в общем-то, больше здесь показывать-то и нечего, как и на предыдущем проекте. Сириус, больше смотреть не на что. Все достаточно скучно и стандартно. Единственное, что вот этот городок можно было бы посмотреть, но и тут так, ради прикола, потому что городок очень неказистый. Ну, и некрасивый. Но я хотел его показать. Но тут мне прилетает вот эта надпись. Хорошо, давайте его. Мордока, милый, как сам? Что с погодой наверху? Больше сюда не пиши, блядь. От тебя, блядь, говной воняет даже. Отсюда телефона чувствую. О, боже. Ты прав. Па-бам! И мне прилетает бан. Зашел администратор и забанил меня. И это, я думаю, неспроста. На проекте, где играет полтора человека, банить просто так игроков, заходящих на этот проект, было бы верхом безумия. Поэтому я думаю, что автор этого проекта знаком с моими обзорами и решил вот таким вот образом меня исключить из этого проекта. Ну и бог с ним. Пожелаем им процветания в дальнейшем, в чем я, в общем-то, сомневаюсь. Ведь кучу дерьма можно накрыть душистым лепесточком, но вонять там все равно будет. Поэтому вот такой вот у меня получился обзор. Пусть процветает этот проект, пусть растет у него онлайн. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...